Дом Русланы на временно оккупированной территории Запорожской области. После полномасштабного вторжения России, женщина с сыном переехала в Запорожье. Второй год они живут в одном из городских шелтеров, убежищ для вынужденных переселенцев. Из-за риска обстрелов со стороны российских войск, детские сады в городе закрыты. Чтобы ребенок мог общаться со сверстниками и развиваться, Руслана приводит его в одну из игровых комнат, открытых для внутренне перемещенных украинцев. Буду, конечно, играть, потому что буду развивать, играть своим ребенком. Нужно учить, показывать, это будет интересно. В пространстве могут свободное время проводить и взрослые. Александр говорит, планируют приходить сюда с приятелями. Есть игры «Монополия», там карты, ну карты это все играют в принципе. Футбол есть, настольный, тоже можно перекинуться, когда нет какой-либо работы, и просто отдохнуть в комнате. Игровая комната, которую открыли в Запорожье, часть комплексной программы психологической реабилитации украинских переселенцев. Людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, необходимо помочь избавиться от тревожности, адаптироваться на новом месте. Настольные игры – один из таких способов, говорят волонтеры. Мы рассматриваем всех жителей коллективного центра как единую общину. И для того, чтобы помочь им пережить зиму, снизить уровень напряжения в коллективных центрах, мы открываем такие комнаты. Устанавливаем там оборудование, игры, чтобы люди могли вместе проводить время. На сегодняшний день в Запорожье зарегистрировано около 200 тысяч внутренне перемещенных лиц. А в центральном районе города сейчас каждый второй житель переселенец, сообщили в мэрии. И поэтому так важно уделять внимание их социализации на новом месте. Мы считаем, что уже почти половина жителей нашего района – это внутренне перемещенные лица. Это первая игровая комната для переселенцев. В ближайшие месяцы волонтеры планируют открыть подобные в 60 шелтерах Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Олег Притыкин, Борис Яковенко. Из Запорожья. Для телеканала Freedom.